В этом выпуске поговорим о ходе восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана и о том, какие приоритеты будут в этом вопросе в ближайшие годы. В гостях у нас в студии Ильшан Курбанов, профессор кафедры управления проектами Азербайджанского университета архитектуры и строительства. А по видеосвязи к нашей студии подключается Эсмира Ахмедова, доктор философии по экономике, руководитель Центра аналитика информационных ресурсов Азербайджанского государственного экономического университета. Уважаемые эксперты, здравствуйте, большое спасибо, что сегодня с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Ильшан Алим, хочу сначала обратиться к вам. Итак, уже 4 года, как в Карабахе и восточном Зангидзуре ведутся восстановительные работы. Мы помним, что еще в период Отечественной войны, даже когда она еще не закончилась, этот процесс начался. То есть по мере того, как освобождался район за районом, сразу же начинались восстановительные работы, работы по разминированию. Уже очень много что сделано, построены сотни километров дорог, уже третий аэропорт строится. В следующем году в Латчине будет открыт третий аэропорт на освобожденных территориях. Много других проектов реализовано. Но понятно, что много что и осталось сделать. Еще огромное количество работ впереди, учитывая масштаб разрушений. А вот первые 4 года приоритетом при восстановлении были крупные инфраструктурные проекты. Как вы считаете, сохранится ли этот приоритет и в ближайшие годы, или постепенно этот приоритет, этот фокус будет меняться? Бюджетные инфраструктурные проекты, они всегда будут в приоритете со стороны государства. Естественно, что освобождение территорий на сегодняшний день все еще актуально разминирование. А инфраструктурные проекты, такие как энергетические, транспортные, социальные проекты, строительные проекты, поселков, деревень, городов, это все на сегодняшний день актуально. Однако, со временем я считаю, что приоритеты будут сдвигаться. Вы знаете, что на днях буквально было принято бюджетная программа до 28 года. И в этой программе предполагается, что в Карабахский регион из бюджета Азербайджана будет выделено порядка 14 миллиардов. До сегодняшнего дня уже 12 миллиардов как бы вложено. И плюс 14 миллиардов это, согласитесь, что достаточно высокая цифра. Это очень высокая цифра. С одной стороны, это нагрузка на бюджет, нагрузка на государственное финансирование. Но, с другой стороны, это показатель, который при расчете валового продукта, он будет входить как цифры государственных инвестиций. Они не могут быть бесконечными, вы прекрасно знаете. И со временем необходимо будет сдвигать приоритет с государственных инвестиций на частные инвестиции. Сейчас уже в Карабахском регионе есть зародыши, зачатки частных инвестиций. Есть компании, которые вкладываются в Карабахский регион. Это, в первую очередь, сектор услуг. Вы знаете, на данном этапе пока частных инвестиций в строительный сектор не так велики, потому что государство берет на себя эту обязанность для переселения в Карабахский регион вынужденных переселенцев. Это стратегическая и долгосрочная программа. До конфликта в 90-е годы в Карабахском регионе, во всем регионе, проживало порядка 600 тысяч азербайджанцев. Учитывая то, что население азербайджанов за эти годы выросло, могло бы проживать и больше сейчас. Да, безусловно. С учетом вынужденных переселенцев из Армении, всего на тот период это было порядка 1 миллиона беженцев. Это была нагрузка на государство, это надо было финансировать. Если помните, в те годы программа заселения азербайджанцев, которые переехали из Карабаха и из Армении, по государственной программе строились особые поселки для беженцев. Но сегодня необходим обратный процесс. Причем обратный процесс, я бы сказал, намного сложнее. Сложнее в том плане, что многие азербайджанцы, которые были беженцами и вынужденными переселенцами в те годы, их уже нет живых. Около 30, более 30 лет уже прошло. Молодое поколение, кто-то как-то уже обосновался. Если помните, после Второй войны Карабахской, университет Ада сделал хорошее исследование. Причем не одно, насколько известно. И по этим исследованиям, кстати говоря, был неожиданный результат этих исследований, потому что население желало вернуться. Потому что были ведь... Есть молодое поколение, которое даже и не видело ни Карабаха, ни западного Азербайджана. Но вот это стремление вернуться на родные земли, оно до сегодняшнего дня как бы существует. Что будет в будущем? Естественно, в первую очередь, для развития региона, экономического развития региона, необходимы людские ресурсы. А чтобы людские ресурсы там были, их надо как-то переселять. И вот эта программа великого переселения в Карабахский регион, она как раз и предполагает, что в течение определенного достаточно короткого времени с исторической точки зрения население Карабаха должно, может быть, даже превзойти те цифры, которые у нас были до вооруженного конфликта. Я думаю, про великое возвращение в Карабах мы еще поговорим сегодня. А сейчас я с Мираханом к вам хочу обратиться, вернуться все-таки к теме инвестиций в восстановительные работы. Вот как Курбан Малим отметил, в ближайшие 4 года, с 2025 по 2028 годы, планируется на восстановительные работы из бюджета направить 14,6 миллиардов монатов. То есть это где-то 8,6 миллиардов долларов. Как вы считаете, для такого региона, насколько это большая цифра, и вообще, какой вы видите дальнейшую инвестиционную стратегию по отношению к этим регионам? Спасибо за вопрос. Инвестиционная стратегия, конечно, зависит от тех планов, от тех прогнозов, которые будут осуществляться по восстановлению освободенных территорий. Допустим, если подвернемся, опять-таки, к инвестициям, то капитальные расходы в год бюджета в конструкции срочного периода прогнозируются на уровень около 12 миллионов монатов. По сравнению с утвержденным показателем 2024 года, при снижении где-то на 3,5 миллиона монатов или на 20%. И прогнозируется, что расходы, связанные с восстановлением освободенных территорий в 2025-2028 годах, это составляет 14 миллиардов, то есть 612 миллионов монатов, что в капитальных затратах имеет отдельный вес где-то около 29%. Это достаточно серьезная цифра. И в 2025 году, как в последствии, уже планируется увеличение на 10% расходов господинджет Азербайджана, которые будут направлены на восстановление и реконструкцию освободенных покупателей территорий. И куда это будет инвестироваться? Конечно же, в первую очередь, в развитии инфраструктуры, в развитии энергетики, в развитии построения дорог, то планируется, что в рамках великого переселения будет переселиться около 140 тысяч человек на первом этапе. И необходимо именно обеспечить всю инфраструктуру для того, чтобы люди могли полноценно жить, так как они жили и до переселения, в тех же условиях. И это все требует инвестиций, конечно же, инвестиций, привлечения технологий. И все стратегии, инвестиционные моменты будут направлены именно на реализацию планов и реализацию планов великого возвращения. Это очень серьезный экономик, совершенно вероятно. Вновь вопрос к вам. Зона Карабаха и Восточного Зангизура объявлена зоной зеленой энергии. Вообще сейчас такой общемировой тренд на переход на зеленую энергию, она более экологически чистая, она позволяет сократить выбросы в атмосферу, во всем мире она очень интенсивно развивается. У нас в стране решили начать именно с этих регионов. Понятно, в других регионах тоже строятся электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии, но там полностью планируется перейти именно на такую энергию. Как вы считаете, какие меры позволят реализовать вот этот план действий в этих регионах? Возможно, законодательство, возможно, какие-то инвестиционные послабления для инвесторов и так далее. Я бы хотел начать с потенциала Карабаха, потому что это действительно уникальный регион. Абсолютно уникальный регион. Вот смотрите, низменная часть Карабаха, там потенциал солнечной энергии. Поднимаемся выше ветряная энергетика. Еще выше поднимаемся там гидроэнергетика. Невероятно сильная. Дальше, если мы рассматриваем развитие региона и развитие сельского хозяйства и животноводства, это биоэнергетика. Если смотреть Кельбаджарский регион, то это термогиоэнергетика. Регион сам по себе уникален. Развитие энергетических проектов возобновляемой энергетики и альтернативной энергетики. Это достаточно сложный и долгосрочный процесс. Почему? Потому что, во-первых, необходимо инвестирование, финансирование этих проектов. Для этого необходимо привлечение иностранных инвесторов, иностранных финансовых институтов. Но для того, чтобы привлечь иностранные финансовые институты и инвесторов, необходимо в первую очередь доказать этот потенциал. А доказать этот потенциал возможно исключительно на основе исследований каждого из параметров, которые мы перечислили. Для этого необходимо исследование ветряного потенциала. То есть нам необходимо конкретно знать, в каком направлении, какие ветра, с какой силой. Необходимо знать потенциал солнечной энергетики. Не просто мы знаем, что здесь есть солнце и может быть. А конкретно для финансистов, для инвесторов необходимо четко знать, в какие дни, в какое время будет какое количество выработано энергии. Причем Карабахский регион интересен тем, что когда у нас, предположим, в низменной части Карабаха уменьшается производство солнечной энергетики, то в горных частях Карабаха усиливается производство ветряной энергетики. Я не говорю уже о гидроэнергетике. С точки зрения развития гидроэнергетики, я думаю, что в этом направлении необходимо дать возможность инвестирования частному сектору. Я вас уверяю, что если будут даны законодательные права на инвестирование в гидроэнергетику, то у нас, как и в Грузии, будет буквально бум инвестирования в гидроэнергетику. Потому что потенциал очень велик, реки полноводные, и при этом на сегодняшний день современное оборудование не столь дорогостоящее, каким оно было лет 10-15 назад. В том числе и в солнечной энергетике также. Вы прекрасно знаете, что иностранные инвесторы, такие как арабские страны, арабские фонды, даже BP на сегодняшний день, заинтересованы в инвестировании в возобновляемую энергетику в Карабахе. Все эти проекты приведут к тому, что у нас будет сокращение использования на внутреннем рынке природного газа, который мы сможем транспортировать, в свою очередь, в европейские страны. Развитие возобновляемой энергетики и инфраструктуры, которая на сегодняшний день уже подготавливается в виде кабеля, который на 1 гигаватт, а далее поднимется до 2 гигаватт через Черное море на Европу, как раз приведет к тому, что потенциал Карабаха будет плавно и естественным образом включен в систему транспортировки возобновляемой энергии в европейские страны. Эти вопросы, они касаются не только возобновляемой, но и альтернативной энергетики. У нас на сегодняшний день наши студенты, которые занимаются устойчивым городостроением, которые проектируют поселки, города в Карабахском регионе, они подходят к этому очень интересно. Одним из предметов является проектирование и создание коммерческих проектов для создания рабочих мест именно для тех переселенцев, обратно переселенцев, которые будут проживать в проектированных поселках и городах. Тут, конечно же, вот эти три основных хита, на которые базируется устойчивое развитие, это социальное развитие, это развитие на базе экологической устойчивости и, естественно, что экономическое. Вот экономическое развитие, оно непосредственно завязано на развитие коммерческих частных проектов. И наши студенты на сегодняшний день не только проектируют архитектурную часть, градостроительную часть и социальные вопросы в виде детских садов, школ и так далее. Они рассматривают, какие инвестиции могут быть привнесены и насколько они могут быть эффективны для того, чтобы население этих поселков и городов были задействованы в этих частных, я подчеркиваю, именно частных проектов. Именно поэтому, как я подчеркнул в предыдущем вопросе, в предыдущем моем ответе, со временем, естественно, что инфраструктура, она должна развиваться всегда. Со временем часть государственных инвестиций будет снижаться и в результате подготовленной платформы для частных инвестиций, я уверен, туда будут входить и иностранные компании, иностранные частные инвестиции, и наши местные инвесторы тоже, засучив рукава, на сегодняшний день уже ждут, когда же, наконец, будет дан старт для инвестиций в Карабахский регион. Это очень интересный вопрос. Я уверяю вас, что на сегодняшний день порядка полутора тысячи компаний уже участвуют в восстановлении Карабахского региона, из которых 500 – это чисто иностранные компании, компании из Турции, из братских стран наших, Великобритания имеет очень большой интерес для инвестиций и развития проектов в Карабахском регионе. Я уверен, что Карабах будет жемчужиной не только Азербайджана, не только Кавказа, но и всего вот этого нашего региона, который будет примером не только для наших соседей, скажем так, как надо строить, а не рушить, но и для многих других стран, которые находятся достаточно далеко от Азербайджана, но на сегодняшний день, например, наш опыт в диджитализации Ассанхигмят уже используется в Африке и других странах. И, смотрите, количество конфликтов в мире растет, но при этом позитивного примера восстановления не так и много. Это и Украина, и Южнославия. Украине конфликт, к сожалению, не закончился еще. И сегодня, когда мы, как Азербайджан, показываем всему миру, как мы восстанавливаем наши территории в Карабахском регионе, это, поверьте мне, этим опытом будут пользоваться еще многие долгие годы. Действительно, уже сейчас это очень позитивный пример, те проекты, которые реализуются, и тем более потенциал у этих районов огромен, практически во всех отраслях экономики. Исмира Ханомовна, вновь хочу обратиться к вам. Вот, Ильшан затронул вопрос трудоустройства тех людей, которые возвращаются на освобожденные территории, на свои родные земли. Ну, допустим, до конца этого года планируется, что вернутся 20 тысяч человек. И понятно, что, ну, это большинство, конечно, семейные, но многих из них нужно обеспечивать работой. Как вы считаете, какие здесь должны быть приоритеты при планировании, при создании рабочих мест? Так, спасибо за вопрос, это было интересно. Ну, смотри, сначала, мне кажется, у меня есть несколько таких предыдущих направлений развития Карабахской экономической зоны на посыпке надлежащего инстилитра. Мы знаем, что необходимо разработать линии промышленной кооперации для этого, для усиления торгово-экономической связи в нескольких регионах, которые находятся в эту экономическую зону. И, конечно же, здесь большую роль играет и скорость, не менее важная, конечно, стоимость доставки материалов, комплектующих для строительного сектора. Кроме того, составная часть тоже торгово-экономическая составляющая, которая связана, конечно же, с обеспечением, например, легкой транспортной доступности в Карабахскому и Восточном и Гермаркому району. Здесь не только вот этого района считают, но и все страны, потому что предпочтающие стройматериалы и необходимые для строительства инфраструктуры доставляются со всей нашей страны. И не только, конечно же, здесь уже подключены межторговые, конечно же, векторы, межторговые страны, Турция, Грузия, Иран, Россия, то есть здесь уже все регионы. Кроме того, большой роль здесь играет обеспечение разного вида транспорта, транспортной развязки, управления международных транспортных средств, которые проходят через Азербайджан. Сегодня международные транспортные коридоры это уже, я оставил, могу назвать, это коридор развития, экономического развития. Почему? Потому что вдоль этих коридоров именно строится инфраструктура. И что такое инфраструктура? Это в первую очередь рабочие места, рабочие места, которые будут притягивать как магнит людей на эти места. и какие именно виды специализации будут нужны, уже будет условлено видом специализации и видом инфраструктур, которые будут открыты. Кроме того, уже у нас есть открыт, в этом году первый был набор Карбасского университета, это Ангкенбе. И именно специализация этих выпускников уже заплачена, предполагается, будет именно на обеспечении вакансий, обеспечения построенной будущей инфраструктуры от выпускников этого университета. Это очень такой хороший шаг, потому что мы знаем, что около 5 тысяч, 8 тысяч человек в два варианта поступили в эту базу. Естественно, в следующей базе тоже будет поступление. И к окончанию это уже будут именно кадры, которые непосредственно готовятся для того, чтобы быть высокофициализированными кадрами для этой территории. Они уже будут и совмещать и практику, и теорию на месте фактически. И здесь, как бы, вископеректора в развитии одновременно и строительная инфраструктура, привлекаются высококолестированные кадры из другой части Азербайджана, из полиции, приглашают второблежные компании, покупайте инфраструктуру современную, потому что зеленые технологии, которые развиваются в Карабахе и будут являться еще. Они требуют, конечно же, высокотехнологичных технологий и таких же высокотехнологичных, высокотехнологичных направлений, то есть специалистов с высокими квалификациями. И вот это вот несколько направлений вместе фактически соединяется в Карабахе с Карабахе, то есть регионы. И я думаю, что это не может дать такой великолепный, качественный эффект будущего. Вишан Малим, вновь вопрос к вам. Вот Весмира Ханом заговорила про транспортные коридоры, которые проходят через Азербайджан. После открытия Зангизурского коридора эти коридоры также пройдут и через Зангизур, и через, соответственно, освобожденные территории. Причем это будет и железная дорога планируется, это будет и автомобильная дорога, это будет и зеленый коридор, то есть линии электропередач. Это в перспективе, возможно, будет даже газопровод. Как вы считаете, как в итоге вот эти проекты, это проекты международной значимости, в которых будут участвовать несколько стран одновременно, как они повлияют на экономику этих районов, я имею в виду освобожденные территории? Вы знаете, мы уже обсуждали последние 4 года, на следующие 4 года у нас уже есть программа бюджетного финансирования. При этом вопросы Зангизурского коридора, естественно, что они требуют дополнительных исследований и расчетов для понимания, насколько Зангизурский коридор повлияет на экономическое развитие Карабахского региона. Но это еще требует соглашения с Арменией. Совершенно верно. То есть, и когда это произойдет, то есть, понятно, что влияние Зангизурского коридора на развитие Карабахского региона, оно будет, безусловно, будет положительным. Но когда это будет? Именно по этой причине на ближайшие 4 года вопросы влияния Зангизурского коридора пока не рассматриваются. Именно с точки зрения развития Карабахского региона рассматриваются местные карабахские ресурсы и Зангизурские ресурсы, Зангеландские ресурсы. Это очень большой ресурс, который необходимо осваивать. Но, отвечая на ваш вопрос, я уверенно могу сказать, что любая дорога, любая дорога, она приводит как минимум к новым рабочим местам вокруг этой дороги, тем более, если она международного класса, возникают новые предприятия, новые компании, новые рабочие места. И тут необходимо как бы уже продумывать следующий этап, «А кто там будет работать?» Понимаете? Вопрос Карабахского университета действительно уникален, он невероятно позитивен, и я уверен, что мы уже буквально через 3-4 года будем иметь позитивные результаты и плоды этого университета. Потому что мы должны понимать, кто переселяется в этот регион, какого уровня образования. Нам необходимо понимать, какие сектора экономики мы будем развивать в этом регионе, какого рода специалисты нам необходимы. Говорить о хай-теке в Карабахском регионе, я думаю, на сегодняшний день хай-теке, хай-теке я имею в виду. Достаточно рано, но внедрение высоких технологий в регион это другой вопрос. Для использования высоких технологий, которые даже будут разрабатываться в наших университетах совместно с иностранными партнерами с учетом последующего применения и внедрения в Карабахск, не только в Карабахском, но и во всем Азербайджане. Это, конечно, вопросы очень интересные. Это стыковка государства, образования, практики, индустрии. И такого рода проекты на сегодняшний день уже в наших университетах проводятся. Я уверен, что в ближайшее время и Карабахский университет будет подключен к этим вопросам, к этому направлению развития научных разработок. В результате чего? Вот когда уже будет готов Занезурский коридор, Занезурская дорога, как хотите ее назовите, в первую очередь это необходимо для связи материкового Азербайджана с Нахичеванем, а дальше уже как международная трасса и дорога по транспортировке как энергоресурсов, так и связь буквально серединный коридор, он будет одним крылом проходить через Грузию. Я уверен, что грузинская часть серединного коридора всегда будет актуальна, но Занезурская дорога, Занезурский коридор, он будет заполняться не так сразу, но со временем он будет заполнен полностью. Потребность в грузоперевозках по этому маршруту постоянно растет, он в принципе уже работает на пределе своих возможностей, поэтому если появится одна, две, три новых ветки, это будет только в плюс. Исмир Ханон, к вам вопрос, хотелось бы немножко поговорить про развитие промышленности в Карабахе и восточном Занезуре, на освобожденных территориях уже две есть промышленные зоны, это и Агдамский промышленный парк, и экономическая зона долины Арас. На примере подобных зон в других регионах нашей страны, как вы считаете, как вот такие проекты помогают развитию промышленности, помогают развитию экономики в тех или иных районах? Промышленные парки, промышленные зоны, крупные производственные площадки, они, конечно же, по мировому опыту и по нашей стране, они являются движущей силой экономики. С одной стороны, с другой стороны, это развитие, я скажу, движущей силы рынка труда. То есть, с одной стороны, пласты производств, которые заточены по одном направлении каком-то развитии, и те специалисты, специалисты, специальности, и те новые рабочие места, которые открываются в рамках этого производства, на этой площадке, они связаны между собой, и мы уже можем фактически знаем, какое производство будет, или предполагать, планировать, прогнозировать, сколько будет необходимо, допустим, человек или рабочих мест открыть для той или иного направления развития в каждом из производств. Так, допустим, если мы можем говорить по плану, то к 26-му году карабат и непосредственно внизу вернуться по плану в 3-4 половины в 7 минут. Это 146 градусов, которые будут выделить и работу для запьяния стабильности структуры в соответствующем и для работы. Работа предполагается в рамках по каждой двух промышленных парков. Это экономическая зона Арасской долины и промышленный парк Агдамского промышленного зона Агдамского промышленного парка. В рамках экономической зоны Арасской Тарин в Джерраиле там планируется где-то если мы будем говорить про инвестиции, то уже вложено около 10 миллионов монат. Планируют, что будет вложено еще 15 миллионов монат и появится около 700 постоянных рабочих мест. И уже в этом году здесь начинает функционироваться цементный терминал. Будет налажено производство металлопродукции с различных тудов привыки плен. И здесь хочу просто отмечить, почему именно металлопродукция. То, что производство металлопродукции требует больших водных ресурсов. В других районах Азербайджана немножко привык к нас и не знаете, есть проблема с водом с печеньем. карманский экономический район занимает 25% нашей территории имеет около 20-30% годных ресурсов, которые необходимы для развития металлопродукции. Если говорить о Агдамском промышленном парке, то здесь предполагается в планах прогнозов производства кровиных покрытий, жидобетонные изделия, теплоинвестиционные панели, интеллигационные пожарные оборудования, осветительные столбы, которые могут работать от общественной энергии. И если говорить о инвестициях, то промышленная площадка поддержит экономику Карапасской экономической зоны, в то же самое время будет являться источником роста для всей экономики отрываем. Какие инвестиции необходимы в Агландский промышленный парк, насчитывается около 170 миллионов будут инвестиции, но это и серьезный стимул для сферы данных, потому что если говорить о работе мест, планируется создание около 1700 домов рабочих мест, это достаточно так и летнее. Цифра для инвестиций будет этим умным. и опять таки это планы, как это будет сам реализовываться, немножко реализация планов, может быть поперед выполнен, недовыполнен, опять же отручить классы, как это будет умудряться, строиться, даваться эксплуатации, возможно потребуется открытие дополнительных новых рабочих мест, и все эти тенденции со временем скажутся на разбитии как этого мирового мороза долины, так и амзарского промышленного парка. Но в любом случае это опыт, накопленный мировой опыт, и накопленный опыт нашей страны, говорит за то, что это мировое магнитное для вакансий, вакансий привлечение рабочих сил с одной стороны, а с другой стороны будет являться источником здания экономического развития и каравас экономической так и нашей страны с целью. Непростая конечно работа предстоит, очень большая работа, тем более промышленные зоны, там работают частные компании, так что в принципе многое зависит от их планах, то как они будут работать, как они будут вкладывать инвестиции. Спасибо большое, уважаемые эксперты, к сожалению, эфирное время подошло наше к концу, напомню, что в гостях у нас в студии сегодня был Ильшан Курбанов, профессор кафедры управления проектами Азербайджанского университета архитектуры и строительства, а по видеосвязи к нам подключалась Эсмира Ахмедова, доктор философии по экономике, руководитель Центра аналитика информационных ресурсов Азербайджанского государственного экономического университета. Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Говорили мы сегодня о приоритетах восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин